Следующая песня, третья песня, она новая, можно сказать, это премьера. С ней не все просто. Дело в том, что я на чужие стихи практически ничего не пишу. Но те, кто бывает на моих концертах, знают, что у меня, или не только на концертах, следит там за моим творчеством, если так можно сказать, что у меня есть две песни всего. Написаны на стихи чужих, не чужих, а других авторов. Причем это два человека, которые уже в мире ином. Это очень великие люди, я считаю. Это Иосиф Александрович Бродский, лауреат Нобелевской премии в области литературы. Это Геннадий Шпаликов, драматург, сценарист. Его песня «А я же и души зову по Москве», ну, конечно, все знают. Вот. И больше я ничего не писал. И все это было более 20 лет назад. Мне постоянно присылают какие-то стихи. Ну, я не хочу сказать, ну, вот какие-то, это как-то прозвучало неуважительно. Хорошие стихи. Всякие. С просьбой написать или с предложениями положить это вот на музыку. Причем очень многие почему-то пишут. А вы потом, ну, скажите, что это ваши стихи. Ну, для меня это неприемлемо вообще. И вообще я к этому очень спокойно отношусь. Вот песня, которую я сейчас спою, совершенно неожиданно возникла. Автор, он меня не знает. И не знает, что я сейчас ее спою. Я думаю, мы найдем, наверное, с ним какую-то общую связь. Даст Бог, может быть, когда-то встретимся. Его зовут Александр Гутин. Он живет в Самаре. Я даже, я его не знаю. Ну, то есть, это такая отдельная история, я потом расскажу. Он то в Израиле живет, но вроде как самарский. Он засветился в свое время в новостях, когда написал один стих про самарские дороги в предложении к губернатору, не губернатору, по-моему, а к мэру Самары. Там мэр подал суд на него. Вот. Стих оказался совершенно для меня неожиданным. Ну, вот как с теми же предыдущими двумя песнями, о которых я говорил. Это были те стихи, которые я читал и сразу видел музыку. Хотя музыка — это такой фон просто. Главные слова, конечно. Дождь. Четвертые сутки. Ворчит старшина. Молоко превратилось в болото. На дождю все равно. Водяная стена. Загрустила в траншеях пехота. Эх, сынок, что война? Здесь не нужен талант. Гранят жизни. До смерти так злыбко. Нелегко тебе здесь. Покури, музыканты. Где теперь твои ноты и скрипка? Где теперь твои ноты и скрипка? Музыканту пошел двадцать первый годок. Дым в махорке, как тонкая змейка. Три недели на фронте. Конечно, не срок. Вместо скрипки в руках трех линейка. В октябре ветер стал и прозрачней, и злей. И земля грязно-рыжего цвета. Представлял он порой маленьких лебедей. Белоснежных танцовщиц балета. Белоснежных танцовщиц балета. Несмотря на распутицу с лякоти дождь. Наслаждаясь невидимым танцем. Он не кашлял в кулак. Не испытывал дрожь. И в аккордах сжимал свои пальцы. Громыхнула, накрыла окопы землей. И огнем цвета алого мака. Подымая стрелковую роту на бой. Старшина глухо крикнул в атаку. Старшина глухо крикнул в атаку. Облака полыхали. И пули как крот. И колола под ложечкой копа. И стрелял, и бежал музыкант наугад. По размокшей земле и по трубам. Этой жизни постигнут и немыслима суть. И в сражении слепой хроговерти. Музыканта осколком ударила в грудь. И он рухнул. Подкошенный смертью. Дождь все льется и льется. И мир весь размок. Старшина закрутил самокрутку. Затянулся, вздохнул. Эх, ну как же, сынок. Музыкант, дождь четвертые сутки. И пехота шагала, листвой шуршая. Что их дождь, непогода и горы. Или дело погибшего парня душа. Далеко к лебединым озерам. Далеко к лебединым озерам. Александр Бутин. Я вообще бы, ну, сегодня этого человека нет здесь. Он должен был прийти, не получилось. Я бы ему хотел еще в том числе спасибо сказать. Это Вячеслав Владимирович Верл, он полковник. Он мне прислал эти стихи. Приходит в WhatsApp-е такое сообщение. Ну, стих. Причем мы с ним редко очень общаемся. И такая приписка. По-моему, может получиться неплохая песня. Я вот читаю, и вот, как я уже говорил, я вот слышу эту музыку. Я ему пишу, Слава, на эти стихи наверняка уже есть песня. А он мне пишет, нет, я знаю автора. И вот поэтому получилось то, что получилось. Поэтому спасибо Славе тоже. Я, может быть, не хотел бы сказать. Ну, ладно, скажу. Спасибо ему еще за одну вещь. В начале декабря 2016 года он мне звонит, говорит, ты знаешь, ну тебя нафиг, говорит. Не надо лететь тебе с ансамблем Александрова, их и так много. Я говорю, нет, надо. Он, ну, вот ты понимаешь, никто не хочет туда лететь на Новый год. Я говорю, ах, никто не хочет, тогда я полечу. В Силье я полетел 2 января. 25 утром декабря мне начали звонить и интересоваться, был ли я в том самолете, который летел туда. Игорь Негода. Спасибо. 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 Спасибо.